здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале и сегодня расскажу вам что нужно положить в лунку при посадке для действительно большого урожая делаю так уже очень много лет и всегда у меня рассада приживается просто сто процентов ни разу такого не было чтобы плохо приживалась сразу же начинает активно наращивать корневую систему пускается в обильный рост начинает цвести и соответственно приносит ранние урожаем и самое главное цветение не осыпается то есть все цветочки завязываются в плоды и что мне больше всего нравится благодаря этому способу после того как сняли урожай сразу же начинается повторная волна плодоношения и соответственно так до самых заморозков благодаря этому способу растения вырастают крепкие с хорошим иммунитетом не страшны не грибки не какие-то вредители поэтому плодоношение у нас до самой зимы все уже соседи по уезжают а мы ведрами собираем томаты огурцы и все остальное поэтому если вы хотите чтобы и у вас был большой вкусный урожай чтобы рассада вся приживалась чтобы она сразу же начинала хорошо расти пускалась в рост и начинала плодоносить и чтобы растения не болели чтобы крепкие росли здоровые не желтели для этого надо в лунку положить вот это все натуральное безопасное можно сказать даже бесплатное потому что это все есть дома у каждого ничего покупать не нужно все натуральное я никакой синтетики не использую себя на участке никогда потому что мы сами с огорода питаемся родственникам часть урожая отдаем поэтому мне очень важно чтобы все было натуральное и безопасное и сейчас я вам подробно расскажу почему именно это кладу до что содержится и какой эффект при посадке в лунку каждый год кладу потому что содержит себе огромное количество полезных веществ магний цинк медь марганец фосфор азот и самое главное большом количестве углерод что очень важно для рассады для ее активного роста для того чтобы сразу же завязывались цветочки чтобы сразу же начиналось активное плодоношение и самое главное плодоношение очень бы сказал даже мощное потому что вот те же самые томаты благодаря этой подкормки они прямо гроздьями завязываются огурцы пучками то есть плодоношение увеличивается в несколько раз потому что во первых большое количество витаминов потому что углерод а как вы знаете это все очень важно для того чтобы растения росли крепкими чтобы они могли получить вот ресурс витаминов полезных для активного плодоношения и самое главное это подкормка она не только для растений да но и для полезных микроорганизмов почве которые находятся для того чтобы почва стала более плодородная чтобы она стала более легкая как перышко то есть мы не только подкармливаем нашу рассаду когда кладем это в лунку но мы помогаем почве обновиться напитать ее чтобы урожайность повысить не только в этом году но и в следующем поэтому всегда при посадке томатов огурчиков перчиков я кладу чайную ложку отрубей всегда для увеличения урожайности это лучшее удобрение которое поможет получить хороший урожай не только по количеству до собранного потому что мы ведрами собираем но и качественного потому что ведро томатов она же может быть разным да может быть томат мелкий кислый растрескивается лёжкость у него плохая нет не только большой урожай но при этом еще и качественный томаты растут мясистые сладкие не растрескиваются хорошо лежат и самое главное вот многие сталкиваются с такой проблемой на прицветение томаты начинают лист цветочки опадать не успеют завязываться в плоды начинает опадать вот если вы под у положите отруби такого не произойдет потому что завязываемость цветочков будет хорошая и они не будут опадать также обязательно в лунку мы кладем такое удобрение я обычно чередую например один год отруби на следующий год вот это или например отруби под огурчики это под томаты что здесь содержится глюкоза в первую очередь как вы знаете глюкоза это источник энергии для роста для цветения для плодоношения укрепляет корневую систему содержит себе фосфор калий что особенно для томатов очень полезно поэтому я предпочитаю под томаты основном лунку при посадке томатов класс но также и огурцы перец баклажаны да в принципе вот все что вы сажаете все с ума сходит от этого удобрения и просто в такой буйный рост пускается натуральные естественно содержит себе огромное количество полезных микро элементов просто кладезь такой толчок энергии дает это натуральный стимулятор роста я бы даже сказала фосфор калий магний все что нужно растением все здесь содержится поэтому сразу начинается активный рост активное развитие корневой системы до что очень важно также наращивается зеленая масса начинается активное цветение цветочки также не осыпаются благодаря этому средству начинает сразу завязываться и соответственно ранние урожаи обеспечены ранее вкусные урожаи также качество плодов повышается всегда заметила что как только начала при посадке в лунку подсыпать перестали желтеть огурцы бывало такое раньше сталкивалась такой проблемой что иногда огурцы желтели перестали все проблемы этой больше нет помогает и от различных грибков соответственно растения растут крепкие и здоровые плодоносит до самых холодов у нас так что обязательно крахмал также чайную ложечку при посадке в лунку я кладу крахмал и отруби и еще что я кладу в лунку ну тут наверное опытные дачники уже догадались знаю что многие опытные дачники используют это луковая шелуха многие опытные дачники используют луковую шелуху но используют как подкормку уже по листу и под корень но луковая шелуха я вот собирала кстати вот многие выбрасывают не знают что тут содержится огромное количество полезных микроэлементов витаминов то есть вы просто вот это вот богатство так скажем золото да вот туда же цвет у луковой шелухи такой золотистый мы сами выбрасываем мусорку вот это вот богатство этот кладезь полезных микроэлементов и веществ но мало кто знает что не только можно доделать подкормки для этого но и еще так как лук содержит себе рутин каротиноиды витамин c и фитонциды которые очень полезны для рассады которые мы пересаживаем чтобы рассада сразу же приживалась после пересадки сразу же пускалась в рост наращивала мощную корневую систему чтобы было хорошее правильное развитие витамин c очень нужен рассаде для этого чтобы сразу же и толстенькая на такая становилась до укреплялась сразу же много побегов появлялось чтобы она разрасталась чтобы много было цветочков чтобы они завязывались соответственно потом плоды луковая шелуха одно из лучших средств для этого и что еще самое главное постепенно освобождает полезные витамины то есть мы с вами например сейчас высаживаем и кладем в лунку кладем жменьку такую да вот столичка и луковая шелуха она не сразу отдает все вот эти полезности растения постепенно перегнивая в течение всего сезона нашего дачного луковая шелуха будет отдавать полезные витамины растениям с момента того как мы с вами рассаду высадили до свою и заканчивая сезоном но даже потом на столько будет напитана почва полезными микроэлементами да и фитонцидами которые уничтожают болезнетворные грибки и микроорганизмы соответственно у нас почва становится более плодородная и никаких там грибков не будет растений соответственно нас не желтеют никаких не фитофтор ничего нам это уже все не страшно будет потому что фитонциды все эту просто пакость убирают так вот земля становится плодородная соответственно урожайность увеличивается не только в этом году да мы с вами будем большой урожай собирать но и следующие года